В марте 1994 года начал работу первый созыв Саровской городской думы. Депутаты тех лет вспоминают, что действовать приходилось в условиях правового вакуума. Не было нормативной базы, и многие шаги они делали почти вслепую. Ощутимо помогал опыт, наработанный 19 созывами городского совета. Первым председателем думы стал Иван Ситников. Иван Иванович работал и продолжает работать во всех думских созывах. И он уверен, несмотря на то, что все депутаты по-разному видят пути развития города, но все они хотят главного – добра Сарову и Саровчанам. У нас был лозунг. Мы все разные, а город у нас один. Вот представляете, какие умные слова. Мы действительно все разные. И за столько лет работы в органах власти я еще не встречал ни одного депутата, наверное, таких в природе нет, которые бы не желали благополучия и процветания нашему родному городу. Вот это нас объединяет. Председатели и заместители пяти созывов поднимались на трибуну. На этом торжественном заседании они делились воспоминаниями и давали наставления действующим депутатам. Каждый из созывов сталкивался со своими сложностями, и у каждого были свои достижения. Первая дума заложила основы для работы. Вторая приняла устав города. В третьей было разработано положение о бюджетном процессе. Во время работы четвертой и пятой город строился и развивался. Любая дума, которая работает в городе, должна, прежде всего, думать о наполнении бюджета города, а не о том, как разделить эти деньги. Вот это была мысль. Самое главное для нас, это было нашим руководством действия. Свои достижения есть и у действующей думы. О них рассказал глава города Александр Тихонов. Принята стратегия развития Сарова до 35-го года. Создана территория, опережающая социально-экономическое развитие. Идет активная работа по улучшению городской логистики. Принята программа реновации. Разрабатываются планы по строительству арендного жилья и продолжается работа по вопросам возведения ФОКа. Дума молодая, работоспособная. Депутаты прошли практически все, большой курс теоретический. И самое главное, большой практический курс уже три года. Поэтому в этом плане дальше тоже нашу Думу поздравим на то же полноправное участие в законодательном банке. Впрочем, не только отчеты и планы звучали на торжественном заседании. Поздравления с юбилеем пришли из Федерации и региона. Со словами благодарности за работу депутатам всех созывов выступили представители ядерного центра и общественных организаций. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.